Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего гайда по игре Darkest Dungeon. В данном видео я буду рассказывать, как действовать уже в самом подземелье, куда вы пришли. Опять же, зависит, куда вы отправились, но в данном случае я в заповеднике. И начнем с того, как взаимодействовать со всякими элементами обстановки. В течение вашего похода вы либо в коридорах, либо в комнатах будете встречать какие-то штуки, в которые вы можете заглянуть. Что-то с ними сделать, там, открыть, полазить. Имейте в виду, у всех них есть как положительные, так и отрицательные способности. Мне не хочется рассказывать вам об этих способностях, потому что я считаю это элементом самой игры. Если вам интересно, то найдите гайды, там, вики по игре, где это все описано. Но я считаю, что тут интереснее разбираться самим, то есть методом пробы и ошибок. Потому что это, собственно, и сказывается на прохождении, на всяких прикольных моментах, когда ваши герои получают стресс и так далее. Через некоторое время вы просто сами это все запомните, что с чем взаимодействует, и это будет проще про слово. Вы знаете, вот это ощущение, что вы, ага, уже разбираетесь, сами до этого дошли. Это прикольно. Единственное, я вам просто расскажу несколько моментов. Во-первых, если у вас будет комната с каким-либо элементом, 100% у вас будет здесь бой. Вот у меня только что был бой, я тут всех победил, я молодец, и я смогу вот с этим самодельным обеденным столом как-то взаимодействовать. Но они, эти элементы, могут попадаться и в коридорах. Вот в коридоре, скорее всего, боя на той клетке, где находится этот элемент, не будет. А вот в комнатах обязательно, 100% бой будет. Дальше, если вы открываете этот элемент, и здесь вот пустая такая клетка, перетащите сюда предмет, чтобы применить его. Это значит, что этот предмет можно как-то очистить, или как-то с ним взаимодействовать, и он даст вам больше всяких, ну, каких-то либо способностей, либо вещей, либо бонусов к вам. Вот в данном случае я вам просто покажу, что на самодельный обеденный стол можно взаимодействовать с целебными травами. И обычно он дает еду. То есть мы сейчас очистим то, что тут стоит целебными травами, и получим, видите, траву уничтожили в заразу в еде, и еще 100 золота получили. Вот у меня еды сейчас уже немерено, в принципе, дальше я могу идти спокойно. Еще один элемент я нашел, стойка с ножами, тоже вам покажу. Как бы тут по логике ножи могут вас порезать. Что у нас в игре помогает остановить кровотечение? Правильно, бинты. Значит, если мы залазим, используем стойку с ножами, надо использовать бинты. И вот повязка защищает руки героя. Вот мы еще еды получили, оникс и золото. Видите, мне не хватает уже места, куда этот оникс положить. Но он стоит 500 золотых, я вот могу, если бы у меня было что-нибудь за 250 золотых, я бы выкинул. Но я вам рекомендую, видите, я только прошел одну комнату, и у меня уже некуда ничего класть. Я вам рекомендую, на самом деле, просто пройти сначала все подземелье, а потом можно походить и пособирать то, что вы не трогали. Просто если вы уже вот тронули эту фигню, любую, что вы встретили, то вы уже не сможете положить обратно, там, знаете, закрыть или еще что-то. Все, вещи пропадут, если вы не положите к себе в инвентарь. Поэтому есть просто возможность пройти сначала все подземелье, вам тут будут помечены все места, где вы что-то нашли, и потом вернуться к этим местам. Если вы проходите с факелом, то хождение уже по тем клеткам, которые вы прошли, отнимает всего лишь единичку. Всего лишь вот хождение по неоткрытым местам, видите, сейчас 6 отнялось, да, еще 6, то есть, ну, довольно существенно. Дальше, когда вы это будете ходить уже по открытым местам, да, то всего лишь единичка. Да, тут могут появляться заново битвы, могут появляться монстры, но оно вам будет уже показано, то есть, вы можете просто этих монстров потом обойти, если вам захочется, и с ними не драться, если у вас там мало здоровья и прочего. Зато вы точно уже расчистите все инвентарь и будете точно знать, что и когда вы можете туда положить. Ну, вот видите, в ловушку попал. Так что, если у вас нет места в инвентаре, просто не трогайте эти предметы, конечно, это не относится к тому, что приносит вам плюсы, всякие бонусы, то есть, не вещи, а бонусы, там, алтари, например. Вот это, конечно, надо трогать сразу, потому что вы на них можете использовать воду, то есть, очищать свой инвентарь, освобождать место. А всякие мешки, там, рюкзаки, витрины и прочее оставьте на конец путешествия. Ваши герои из-за своих странных черт характера могут лазить и открывать всякие штуки без вашего согласия. В данном случае у меня только что крестоносец, гору костей, залез в гору костей, с воплем надо все посмотреть, из-за того, что у него есть черта характера компульсивность. Видите, сильное желание выполнять определенные действия. И он из-за этого получил еще одну фиговую черту характера, вот, кровожадность, интерес к ранениям, травмам и пыткам. Не знаю, как это будет сказываться, скорее всего, возможно, что он не будет хотеть лечиться, но мы еще дальше посмотрим. Но так, имейте в виду просто, что некоторые ваши герои с всякими такими, вот, у меня тоже еще компульсивность есть у Пантелеймона, у воителя. Так, странный вкус, это в борделе просто чувак. Все, только, значит, Пантелеймон и Феофилакт могут рандомно, в зависимости от того, что там на кубиках выпадет где-то, лазить и открывать то, что вам не хотелось бы открывать. Очищать, естественно, они ничего не собираются, то есть они просто голыми руками полезут. Не всегда срабатывает, конечно, разведка в Darkest Dungeon, это зависит от ваших способностей, от способностей ваших персонажей. Ну, а Двагис срабатывает всегда в каждом городе, где представлен этот замечательный каталог и справочник организаций. Если вам надо найти место, куда добраться, время работы, стоимость билетов и тому подобное, и тому подобное, то пользуйтесь Двагис. Заходите на сайт двагис.ру и скачивайте карту нужного вам города под вашу платформу. Двагис, если быть точным. Во время привала понятно, что надо лечить, убирать то, чего у вас больше всего. Со здоровьем у меня, слава богу, нормально, а вот со стрессом, как видите, не очень. Поэтому надо смотреть, какие есть способности у ваших героев. И, естественно, перед походом желательно в палатке лесника активировать те способности ваших героев, которые как можно больше стресса убирают. Это очень важно. Например, вот у хрестоносцев очень классная штука снижение выстаивания. Не знаю, как по-английски называется. Потому что если у кого-то из героев смертная слабость, это когда полностью убирается ХП, и вот он при смерти находится, то даже если вы вылечите до определенного уровня, все равно смертельная слабость остается. И она дает очень большие штрафы, очень серьезные штрафы героям, и они хуже начинают драться. И вот эта способность у крестоносца и еще у какого-то героя, извините, я тоже не помню, только есть. К сожалению, я затупил, и у Феофилакта не активировал вдохновляющую речь. Вот это очень хороший тоже лагерный навык для крестоносца. Как видите, у всех спутников будет снижение стресса на 15, минус 15% урона от стресса в течение четырех битв. То есть это один из лучших навыков для снижения стресса во время лагеря. Но я молодец, я вообще только стремя... Я даже не проверил, что там у Феофилакта активировано, поэтому мне придется использовать какую-нибудь фигню. Типа, даже, по-моему, только у одного... У Авиценны только есть ободрение в данном случае. Ну и смотрите, у вас есть 12 часов, то есть все навыки используют какое-то определенное время. После привала есть вероятность, что вас застанут врасплох, будет какая-то засада. Особенно это неприятно для тех, кто играет с факелами, наоборот, потому что засада всегда в полной темноте. То есть им это непривычно будет, и сложно в темноте будет драться. Так, есть возможность у некоторых, например, у чувака с собакой, как он там, у дрессировщика есть тоже такая способность. Меньше снижается вероятность того, что их застанут врасплох, и что они нормально встанут. Еще это на все битвы, следующие до привала тоже распространяется. Ну, а какие другие лагерные навыки применять, это зависит от вашего стиля игры. Тут я вам особо подсказывать не буду. Ну, вот опять у меня получилось, что герой из моего спроса в бочку палец. Слава богу, у него сопротивление от болезни, так что ничего мы не получили. Почему-то очень много у меня в комментариях жалуются на то, что, мол, Darkest Dungeon слишком игра, основанная на случайностях, на рандоме. Я считаю, что по сравнению, например, с XCOM 2, или там с Blood Bowl 2, или с Mordheim, в Darkest Dungeon все намного менее рандомно, и вы сразу можете вообще догадаться, сработает у вас что-то или нет. И вот, например, просто надо понимать, куда смотреть. Возможно, вы не совсем поняли, где вот эта вероятность показывается. Так, например, вы выбираете способ, как атаковать. У меня в данном случае, у моего выродка, три способа атаки, это все атакующие заклинания. Просто атака, извиняюсь, вот эта ярость просто атака, одиночная. Потом рваная рана сразу на двух действует. И еще удар, который отбрасывается. То есть, ну, вы выбираете в зависимости от того, что вы в данном случае хотите. Например, если я хочу отбросить этого сектанта-гладиатора и на первую роль вывести слюнявого упыря. Слюнявый упырь, блин, то я бы воспользовался ударом. Основная база, вот посмотрите, ниже описание, вот если вы вниз посмотрите, внизу отбросить 129% база. А у сектанта-гладиатора, вот если, опять же, посмотрите, внизу сопротивляемость, вот ниже сопротивляемость, видите, перемещение, сопротивляемость перемещению 45%. Но 45% это как раз, если бы у меня база была 100%, так как у меня 129%, то, грубо говоря, на 29, где-то на треть, в общем, меньше у него будет сопротивляемость. И вероятность его отбросить будет, ну, где-то 33%, так, 3, я на вскидку так считаю. Ну, 35%. Но при этом еще до этого мы должны вообще попасть. Вот шанс попадания 86%, и это вам не XCOM. Тут, если больше 50%, то велика вероятность, что вы попадете. Если меньше 50%, то велика вероятность, что не попадете. Так что, ну, то есть тут очень честный рандом по-хорошему в Dungeon, в Darkest Dungeon. Если 86%, то считайте вот это коза, удар к козой, как я ее называю, 86%, значит, у вас будет проходить 1,8 из 9, считайте, попаданий. Это надо учитывать. И вот все эти, тут все довольно просто, вот эти все показатели. Все это надо учитывать. Смотрите, какая у вас базовая урон, базовая возможность попадания, базовое уклонение и так далее и тому подобное. В данном случае, смотрите, у сектанта-гладиатора уклонение 9. У удара козы базовая меткость 95. Исходя из этого, программа высчитывает, сколько у меня будет шанс попадания. 86%. Ярость. У ярости меткость выше. Соответственно, видите, шанс попадания тоже выше 90%. Зато, видите, в ярости выше шанс критического удара. Тут 6%, а в рваной ранее только 4%. Да вам даже вот эти знания, вот это уклонение во время боя, то есть вы смотрите, только когда снаряжаете бойцов, как они у вас прокачиваются. А так, во время боя, достаточно смотреть, шанс попадания, шанс критического удара и какой вы урон нанесете. Вот я, например, не очень люблю рваную рану. То есть, вот вообще все способности, которые нескольким монстрам наносят урон, я не очень люблю, потому что у них слишком большой штраф на урон. Видите, в данном случае у рваной раны модификатор урона минус 40%. То есть, я на 40% меньше нанесу урона, чем если бы я один атаковал. Смотрите, так рваная рана на сектанта-гладиатора от 7 до 13 урона нанесет, а ярость уже от 12 до 21. Грубо говоря, вероятность, что вообще я его убью нафиг, очень велика. Ну и все ваши способности, вот вы используете, например, мне бы хотелось, если бы слюнявый пырь стоял впереди, мне бы хотелось его назад отбросить. Смотрите, у него перемещение, сопротивляемость перемещению 82%. 82%. У меня хоть база 129, но считайте, что у него бы, ну, была бы уже 70%. То есть, вероятность, что я бы смог его отбросить очень низкая. Поэтому вам надо соображать, просто не бездумно использовать все способности. Ага, вот я хочу этого отбросить, все, пошел использовать. Потом, ой, а почему это у меня не получилось, какой гадкий рандом. Нет, на самом деле здесь довольно все очевидно, и просто надо внимательно читать, что вам написано. И когда вы наводите на соперника, какие шансы и варианты, и сколько вы урона наносите, это все можно высчитать. Прежде чем вообще начинать атаковать, можете решить. Значит, посмотрите, во-первых, скорость. Шесть, шесть. У меня тут скорость 11 у выродка, 11 у али, 4 у пансы и 11. Значит, смотрите, у меня сначала первые три мои походят. Выродок, оккультист и псарь. Потом два вот этих. И последним будет ходить мой панса, разбойник. Исходя из этого, опять же, вы строите свою тактику. Вы знаете уже, какие у вас, что у вас тут применено. Так, рассчитывайте примерно, что я вот, например, могу сектантом гладиатора попытаться убить через ярость. У меня вообще 10% крита довольно... Ну, не самая высокая, но неплохая вероятность. Потом оккультистам снизить, например, вот урон. Снизить урон от слюнявого упыря. Правда, он вой. Ну, знаете, можно еще попробовать... Ну, если, например, убьет гладиатора, то можно очистить от трупов. Взять демоническую тягу. Она, конечно, он не притянет слюнявого упыря, зато уберет трупы, и слюнявый упырь просто сам по себе вперед перейдет. Если же нет, то, конечно, снизить урон. Минус 37% урона от слюнявого упыря неплохо, но тут проблема в том, что слюнявый упырь больше, скорее, не физический урон наносит, а стресс большой, видите, у него способности, опять же, вот внизу, вы можете прочитать способности, бросок черепа и вой. Вой, он на всех действует. Такая неприятная штука, тем более, что я играю в данном случае без факелов, и у меня прибавка к стрессу идет. После оккультиста будет ходить псарь, я могу сразу им поставить защиту либо на оккультиста, либо на моего пансу, скорее, на оккультиста поставлю, он все-таки меня лечит всех. Ну и после того, как эти походили, я буду уже смотреть, в зависимости от того, как кто-то остался жив, можно будет воспользоваться, добить соперника. Ну вот, кажется, на этом и все. Я сделал три гайда по Darkest Dungeon, что делать в вашем городе, как его развивать, подготовка к путешествию в подземелья, и, наконец, вот само путешествие, что делать в комнатах. Думаю, этого достаточно. Если вам до сих пор что-то непонятно, или я что-то неправильно вам рассказал, то, конечно же, спрашивайте и дополняйте меня в комментариях к этому видео. Ну а на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Раз вы досмотрели до конца, то не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео, потому что, видимо, оно вам понравилось. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.